Я конечно слышал много долбоёбских рэп-кличек. И правда, в последнее время псевдонимы рэперов вызывают большие вопросы. Особенно если посмотреть на никнеймы третьего фрешблада. Порой поражаешься фантазией некоторых участников. Возможно все нормальные никнеймы уже заняты. И сегодня в ролике вы узнаете, по каким причинам популярные рэперы выбирали свои никнеймы. Какие события, персонажи повлияли на это. Погнали! 1xbet, надёжный букмекер. Делайте ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатывайте больше. Устанавливайте приложение 1xbet на компьютер или мобильный. И большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надёжном букмекере 1xbet прямо сейчас. И да, хотел уточнить, что я брал тех рэперов, которые сами в каких-то видео, интервью рассказали о причине выбора никнейма. То есть догадки, домыслы я отсекал. Инициалы Эмма Маршал Мэттерс. Музыкант взял первые буквы M&M и заменил AND на IN. Получилось M&M. Полтинник взял свой никнейм в честь популярного гангстера из Бруклина Кэлвина Мартина, который в 80-е годы занимался убийствами, грабежами и носил никнейм 50 Cent. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. С самых ранних лет он был неряшливый и вещи были разбросаны где попало. Никнеймы выбирали спонтанно и Василию выпало Баста Хрю. Позже он убрал Хрю. А Нагано было выбрано после того, как в суши-баре он увидел сорт Нагано. И постоянно в туре поезда, аэропорты. Моё решение, Тантом Верде Форте. В 13 лет Тимур учился в Калифорнийском колледже и имя Тимура для американцев было неудобным. Они называли его Тим или Тимати. И когда Тимур увлекся хип-хопом, он вспомнил американский опыт и выбрал Тимати. Это имя дала мать музыканта, когда ему был всего один год, в честь перуанского революционера Тупака Амаро. Изначально Бигги выступал под никнеймом Бигги Смолс. В честь героя фильма «Давай сделаем это снова». Но когда Бигги стал популярен, к нему обратились создатели картины и хотели компенсации. Бигги был против этого и изменил никнейм на Notorious B.I.G. В школьные годы Ваня был диджеем, вел дискотеки и аппаратура была ужасного качества. Все хрипело, фонило, отсюда и нойз. В переводе с английского «шум». А МС поставлена в конец, дабы выделяться на фоне остальных, ибо у большинства МС в начале. Отсылка к фильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», где персонаж Самуэля Эл Джексона, «Керетян, как убивать», декламировал отрывок из Библии. Книга пророка и Изи Киля, глава 25, стих 17. Когда-то Дре работал диджеем. Его никнейм был «Доктор Джей», в честь любимого баскетболиста Джилиуса Ирвинга. Позже он оставил доктор и добавил часть своего полного имени Андре. Для Куинси образцом подражания являлся местный драгдилер под псевдонимом «Школьник». И как-то раз на экзаменах музыкант получил средний балл кью. В итоге он соединил две эти составляющие. После переезда в другой город Антон был самой младшей на студии, и все постоянно подкалывали его. Отсюда и появилась мысль о Bumblebee, потому что данный персонаж был самый младший из автоботов. И чтобы не конкурировать в поисковике, Би заменил на Бизи. Мать называла своего сына Снупи, любопытный, выслеживающий. Позже это перешло в псевдоним «Сноп Доги Дог». В итоге Доги убрали. Это прозвище дал ему знакомый рэпер, за его быстрый стиль читки, сравнив со скорострельным пистолетом Тэг Найн. Кизару выбрал никнейм из аниме «One Piece». Хотя его любимый герой Луфи, но Кизару больше подходил под его образ. Алмаз любил граффити, и когда он написал на стене «Мраз», это смотрелось очень необычно и самобытно. «Мраз» в честь музыканта Джейсона Мраза, а Томас созвучно с его именем «Алмаз». В детские годы парень котировал поп-музыку, называя себя джази, джазовый. Потом он встретил рэпера Джесс О. На тот момент он только совершал первые шаги в хип-хопе, и в итоге соединил два псевдонима, и получилось Джай-Зи. Рик Росс назвал себя в честь знаменитого наркоторговца из США, Рика Фривей Росса. У них даже был суд из-за имени, на котором музыкант смог отсудить псевдоним. А до решения суда он не имел права записываться под этим именем. Назар взял свой никнейм из сериала «Спец». Там была фраза «Точно обладает». Назар запомнил ее, и когда пришел играть в боулинг, попросил вбить именно это. Изначально был панкфейс, но по совету старшего брата. Он сократил никнейм, показывает его многоликость и независимость от жанров. MGK выбрал никнейм в честь знаменитого гангстера, пулеметного Келли, а также из-за его скорости читки, будто из пулемета. Изначально никнейм был Дизола. Сводный брат посоветовал дизайнеру заняться дизайном своего никнейма, и парень взял никнейм-дизайнер, а сестра добавила лишнюю «Ай». Никита назвал себя созвучно с популярной раньше жвачкой «Стиморол». А Билли Миллиган в честь одноименного маньяка, в котором уживалось 24 личности. В детские годы Игорь представился другу как топор и понеслась. А также есть одноименный персонаж из картины Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». Томми Кэш взял свой псевдоним в честь одного из самых узнаваемых певцов Джонни Кэша. Царь и первый класс выбрали себе очень скромные никнеймы. Иван назвал себя царем в честь Ивана Грозного, а Артем взял первый класс в значении наилучшей, наивысшей. Я на танцполе взорвусь! Бау! Псевдоним ATL имеет сразу два значения. Столица фрешманов Атланта – Атель, ацтетский бок воды. Также стоит сказать, что такие люди, как Дрейк, Кендрик Ламар, Эл Уан, Маркул и многие-многие другие выступают под своим настоящим именем или сокращением от своих инициалов. И если вы негодуете, почему их не было, то вот, знайте. Ну а на этом видео подходит к концу. Большое спасибо всем, кто посмотрел его до конца. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, любите рэп и всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok